Да, ну для начала могу ответить сразу на два вопроса, которые были. Насколько критичен английский для вообще джуниор-разработчиков? Помимо того, что, как Саша сказал, английский помогает реально черпать информацию не только в русскоязычных местах, но и быть ближе, так говорить, к создателю основных инструментариев, которые сейчас доступны. Но помимо этого, если мы говорим про реально боевые проекты, даже джуниор-разработчики участвуют в жизни команды, участвуют достаточно часто в общении непосредственно с заказчиками, и тут все опирается именно в специфику каждой компании. То есть мы в Датарте, у нас получается сейчас порядка 10 стран присутствия, а основные проекты у нас либо Америка, либо Англия, либо Европа. Ну и какой-то объем у нас русскоязычных проектов, но их ограниченное количество. Соответственно, если мы разговариваем с нашими заказчиками, то все равно мы стараемся вести все беседы, уточнение всех требований, всю документацию на английском языке. Поэтому без знания языка просто будет тяжело непосредственно разбираться с теми материалами, с которыми команда контактирует изо дня в день. Ну и какой-то уровень английского должен быть, ну хотя бы, чтобы понимать, ну как рыба, понимать, как ставить задачу, понимать, что говорят вообще люди. Если ты даже не можешь особо ничего сказать, можешь как бы особо от младших разработчиков активное вовлечение в командное такое общение не всегда ожидать, но, к минимуму, понимать, как достать задачу, это очень ценный навык. Ну, насколько я знаю, многие заказчики хотят слышать лично каждого из разработчиков на своих планкарте. Если два разработчика, например, рассчитывается, какой-то тим-лидер, то заказчики этого не понимают, они делают, что человек в нашем акции не делает, если они не могут быть всегда до рекорды. Это раз. Второе, что я хотел сказать, вопрос изначально ставился, «Достаточно ли будет технического английского?» Ты уже ответил. «Достаточно, но все задачи, которые проводятся на человеке, они же не только техническим языком описаны, там будут и какие-то бизнес-требования, в общем, обычные бизнесы, и детства не понимать этого, наверное, будет сложно, но, правда, не дополняют два ответа. То он вообще заключается задача». И второй момент по поводу того, на что смотрят заказчики. Мы, получается, работаем, когда с людьми, ну, с клиентами потенциальными, мы им подбираем вообще людей из тех, кто у нас работает в компании. То есть тут как бы я могу ответить на этот вопрос, в ключе именно работая в нашей компании и коммуницируя непосредственно с заказчиками, с какими-то клиентами нашими. Мы показываем резюме, в котором стоит полностью весь опыт человека. То есть какое у него, есть ли высшее образование, нет высшее образование, сколько у него лет непосредственно в разработке, с какими примерно технологиями и на каких проектах человек работал, для того, чтобы было общее представление у потенциальных клиентов или у клиентов, кто с ним будет непосредственно контактировать, кто с ним будет работать. Тут зависит от личных предпочтений клиента, но если реально заказчики просто хотят поговорить, то намного больше клиентов срезается именно на английском, на том, как они ведут разговор, могут ли они понять то, что они спросили и дать более-менее связанный ответ, особенно на английском языке, в первую очередь. А в вторую очередь просто общетехнические навыки, то есть как бы образование, даже если оно гуманитарное или оно вообще отсутствует, никаких предпочтений у меня нету, гуманитарное или техническое образование. Просто когда у человека есть техническое образование, то у него какой-то есть фундамент, на самом деле он может дальше разговаривать. Есть понимание обычной, там, структура, алгоритмы, сложности, там, еще чего-то. Если у человека образование непрофильное или же его нету, то тут все упирается в личные свойства конкретного человека. Закрыл ли он эти пробелы в своих знаниях заранее или не стал на этом акцентировать внимание, потому что какая там сложность алгоритмов в этом фронтенде, в этом JavaScript, там и так все летает, и там никаких проблем с производительностью никогда не бывает. Вот, тут все от личных подходов все упирается. Вот, окей, ну, и тогда пойдем по нашей презентации. Все, кликер есть. Окей, поговорим по поводу вообще эволюции фронтенд-разработки. Я думаю, всю нашу, как у нас есть тактика, мы ее будем придерживаться. Пробежимся по основным пунктам. Это такой доисторический этап вообще становления текущего фронтенда, с чем мы имели дело и как-то все развивалось. Хорошие старые деньки, это как раз примерно район 2005-2010 года. Революция в JavaScript по большому счету произошла в районе 2010-2011, 2012-го, там, годов. Поэтому как раз у Саши и было то, что фронтенд-разработка как таковая буквально семь лет назад. Основная масса разработчиков примерно родилась в тот момент. Как работают фреймворки, ну и посмотрим, куда это все двигается дальше. Вот, по поводу вообще основного, как все зародилось. Соответственно, зародилось все после появления сети интернет, благодаря, не в основном, но две знаменательные фигуры. Это Тим и Хокон. Тим предложил в районе 1991-го года формат передачи данных в текстовом виде, в который бы мог быть примерно структурированно давать информацию. То есть он предложил первым современный, ну, прототип современного HTML. Там в его имплементации было порядка 19 базовых тегов, как раз входили всякие заголовки, параграфы и тому подобное, для того, чтобы можно его данные более-менее структурировать. Хокон впервые предложил непосредственно, как можно применить стили для того, чтобы текст был не просто текстом, а уже его можно было как-то выделить, раскрасить и передвинуть и тому подобное. Вот. Соответственно, если мы говорим про HTML, никакой первой официальной версии не было, потому что после того, как в 1991-м году было предложено в рамках переписки конфорту группы людей, рабочей группы, вариант передачи данных, примерно существовало 3-4 широко распространенных конкурирующих формата передачи данных. И дальше каждый, кто в лес, кто подрава, как говорится. Поэтому, чтобы начать с чистого листа, в 1995-м году был сразу же установлен HTML 2.0, для того, чтобы уже все понимали, чтобы не было вопросов с обратной совместимостью, с какими версиями, что от чего наследуется. И, соответственно, на 4 ноября 1995-го года предложили версию HTML 2.0, базовую. Она постепенно начала развиваться, дорабатываться. И мы долгое время пользовались как раз HTML 4.0 версией и 4.0.1, которая самая строгая, была предложена в 1999-м году. Несмотря на то, что между 4-й версией 1999-го года и принятием непосредственно HTML 5.0 в 2014-м году, получается, 15-летняя пропасть, практически фронтенд в браузере не развивался. И это как бы все находилось в режиме черновиков, в неустойчивом состоянии. И было в основном даже обусловлено гонкой вооружений, в смысле гонкой браузеров, когда один браузер пытался реализовать свой стандарт, предложить что-то свое, но никто другой отказывался это поддерживать. Там интернет-эксплорер, нетскип и опера, фаерфокс и тому подобное. Все было достаточно сумбурно. Сейчас мы живем уже с официально принятым в 2014-м году HTML 5, который расширяется с помощью различных веб-апиев, доступных в браузере. Вот. Как бы HTML дает нам базовый каркас, с которым мы работаем, и плюс в рамках HTML мы обусловливаем те набор веб-апиев, которые доступны вам, нашему приложению, нашей странице, из браузера. Но чтобы это все равно задекорировать, мы должны как бы сверху иметь возможность на это влиять не только с помощью каких-то определенных тегов, но еще с помощью каких-то правил. Так вот, как раз в 96-м году приняли первый стандарт CSS 1, который как раз позволял добавлять, менять шрифты, менять цвет фона, делать смещение и тому подобное. Опять же, долгое время мы были в режиме CSS 2, который условно был 2.1. Почему 2.1 долго официально не принимался до 2011 года? Потому что спорный очень сильный момент был, не все браузеры его поддерживали. То есть как бы селекторы из 2.1 уже можно было использовать, то есть связанные селекторы, найти элемент в доме, который первый после определенного или там стоит перед определенным, это как бы расширенный синтекс из селекторов был принят в 2.1, но его половина браузеров, ну, часть браузеров, которая была очень сильно распространена, не поддерживала такой нотации. Соответственно, мы выкручивались как могли. Вот, сейчас у нас есть версия CSS 3, и как бы основное преимущество, это то, что используя там HTML 5 и плюс CSS 3, мы можем даже бить JavaScript, делать анимацию, делать всякие, даже простенькие, реализовывать игры и вообще без дополнительных скриптовых инструментов. Вот. Соответственно, как это выглядит? У нас в HTML есть базовая какая-то верстка, которая выдает текст, мы можем изменять его в помощи специальных просто там параметров типа болт или italic, или мы можем просто написать таблицу стилей, это базовый CSS, который непосредственно будет применять, какая семейство шрифтов, какой размер, какой цвет, какие отступы слева, внутренние, внешние и тому подобное, будут применены на конкретной странице для конкретных элементов, используя в качестве как бы селекторов, либо всю нашу страницу, влияя на все поведение нашего страницы, либо влияя на какой-то конкретный элемент, который находится там, где нам нужно. Вот. Как с этим совсем связан JavaScript? Тут люди поняли, что у нас есть HTML, то есть мы уже можем в текстном виде передавать какие-то веб-страницы, формировать, и они как-то отображаются. У них даже есть, применяются какие-то стили, там, либо с помощью самих инструментов HTML, либо с помощью непосредственно CSS, но все равно хотелось иметь возможность с этим всем коммуницировать, поэтому были много изначально всяких вариаций, как с этим сделать. Был предложен скриптовый язык CMM, который C-минус-минус, но потом люди подумали, что как-то минус-минус звучит очень депрессивно, а как только люди увидят C, то все убегут. Поэтому его быстренько переименовали скрипт IS, потому что IS это все любят. Ну, это легко, и как бы скрипт. Ну, нормально. Потом кто-то шел по ходу с кофе, споткнулся и назвал это эспрессо. Вот. Стало у нас эспрессо пейджис. Это как бы была одна из первых вариантов зайти непосредственно в браузеры, которые существовали в конце 90-х годов, и добавить динамики непосредственно тем страницам, которые существовали. Вот. Соответственно, когда в Netscape и в других компаниях решили, что надо с этим что-то делать, надо как-то это все приводить в более-менее уже финальный вид, сначала предложили решение Mocha под названием, потом решили, переименовали его в LiveScript, потому что он добавляет динамики непосредственно в страницу. Потом вспомнили, что у нас же есть Java, которая не JavaScript. Вот. И, соответственно, припросовали к скрипту Java. Java как бы базборд, все его знают, все его слышали. Если мы добавим туда скрипт, то мы таким образом сможем как-то обосновать, что эта технология теперь используется и для скриптовых целей, потому что у них нотация семейства вообще языка, как бы все конструкции базовые, достаточно очень схожие в C-группе между Java и C-джаваскриптом. Как бы Microsoft в стороне стоять не мог, он сказал, что типа, ну, мы у себя в браузере сделаем свой вариант JavaScript, назовем его J-скрипт, чтобы никто не догадался. Вот. Ну, как бы Java и Microsoft не очень дружат, но рядом будем. В итоге, когда поняли, что все-таки есть у Netscape своя реализация, у Microsoft внутри для Internet Explorer своя реализация, и поняли, что это будет уже война, у кого больше аудитории, кто в какую сторону перетянет одеяло, в этот момент придумали ECMAScript. Стандарт, по которому объединили, то есть на тот момент взяли и сделали общий стандарт, который описывал и JavaScript, и J-скрипт, и был просто общей нотацией для дальнейшей разработки. Соответственно, организовали уже стандарт, который, вот, как бы, ECMAScript развивался постепенно, то беря в себя части из J-скрипта, то из JavaScript. Вот. Соответственно, мы шли долго до ECMAScript 5.5.1, который использовался в браузерах примерно с 2010 по 2015 год, и в 2015 году, наконец-то, у нас прорывной ECMAScript 6, который сейчас уже ECMAScript 2015 и 2018 стандартных уже приняты, и они добавляют достаточно большой объем синтоксического сахара в то, что мы можем делать уже непосредственно в странице. Ну, как Саша уже говорил, что у нас язык JavaScript за счет своей специфики и слабой типизации и тому подобного, он очень неочевидный. Соответственно, люди подумали, что, окей, если у нас есть очень неочевидный язык, давайте внесем туда немного строгости, и идут к этой строгости сейчас с двух сторон. Соответственно, сама нотация ECMAScript'а добавляет у себя все больше возможностей как-то назначенно себя вести. В то же время со стороны Microsoft'а сейчас инициатива TypeScript. Они просто взяли стандартный JavaScript и сделали над ним суперсет и представили TypeScript язык. TypeScript приносит непосредственно, добавляет туда эти типы, с которыми можно строго работать. У него в типизации можно указывать там union, тип объединенный, есть дженерики, есть строгий оператор проверки на now, что мы убеждены, что мы этого не будем. И они сейчас добавляют непосредственно в TypeScript все фишки ECMAScript'а, которые еще официально даже в стандарт не приняты, но которые уже прошли этап драфтов. То есть этап черновиков, когда уже практически пройдены, они уже готовы включать это все в следующие стандарты языка. TypeScript как бы на это смотрит, и все, что уже практически на стадии подписания, они также добавляют в TypeScript, чтобы идти вперед. По поводу старых добрых дней. Соответственно, когда у нас появился JavaScript, там первые ECMAScript нотации с первой по третью просто могли взаимодействовать с домом, но при этом не предоставляли нормальной работы с веб-страницей в браузере. Были уже хорошие драфты CSS 2.1 с нормальными селекторами, но их нельзя было полноценно использовать за счет того, что была большая сегментация рынка. На рынке присутствовал до 2010 года, я не стал картинку включать, Internet Explorer 6, но приходилось до 2010 года поддерживать проекты, которые работали на Internet Explorer 6, на Internet Explorer 7. Чем эти браузеры вообще отличались от современных? Почему мы говорим про сегментацию рынка? Есть стандарты, и, соответственно, браузеры стараются следовать этим стандартам. Opera, когда началась, когда стартанул как браузер, они очень строго шли по стандартам, которые принимает W3C. И, соответственно, когда они строго выполняли все, что написано в документации, у них веб-страницы, которые были сверстаны в то время, разваливались, потому что варианты делались, либо сайты поддерживали Internet Explorer, они пытались использовать какие-то нюансы реализации, которые учел Microsoft, либо они пытались пойти в сторону Firefox и альтернативных реализаций, но все было шатко и валко. Тот же самый Internet Explorer 6, он был, вернее, Internet Explorer 5.5 был самой прерывной версией непосредственно Microsoft. Это первый браузер, в который полноценно предоставили возможность для веб-страниц коммуницировать с бэкэндом без перезагрузки страниц. То есть они впервые предоставили вариант AJAX-а реализации для запросов к бэкэнду. Это был первый браузер, и Microsoft для того, чтобы сделать его максимально закрытым, они сделали реализацию не как у людей, недокументированную, и непонятно, как с ней работать. Там вот просто верстается страница, у страницы есть стандартный заголовок, и потом пошел head-секция, body-секция и тому подобное. Если перед заголовком у Internet Explorer стоит хотя бы один пробел, он скидывается в KirksMod, в котором у тебя блочный компонент, половина блочных свойств всех элементов просто ведет себя абсолютно по-другому. То есть, ну, чтобы вот как-то для себя перетащить одеяло, и чтобы, не знаю, палги в колеса себе и всем остальным ставить. Тогда, в 2004 году, впервые вышла версия jQuery. jQuery — это обертка как раз, ну, библиотека на JavaScript, которая помогает стандартизовать вообще работу с элементами браузера, сделать однотипную работу во всех браузерах. То есть у них было достаточно количество, большое количество полифилов внутри, они поддерживали полностью все селекторы, которые шли в CSS 2.1, и, соответственно, можно было наконец-то взять страницу в HTML 4.0.1, выбрать ее в строгом режиме, в котором не поддерживают всякие деприкейты, там, старые свойства, вот только то, что там есть в стандарте, использовать нотацию CSS 2.1, в которой есть богатый выбор селекторов и все, что возможно, и с помощью jQuery однотипно работать с AJAX, со всеми браузерами, делать анимацию, разрабатывать свои компоненты, использовать jQuery UI, делать анимацию и тому подобное. jQuery 1.2.3 пришлось переписать практически наполовину, потому что, ну, для своих нужд мы как раз делали, нам заказчики сказали, мы хотим у себя на сайте сделать анимацию, которая выглядит как на флэше, но при этом работает на JavaScript, всякими мигающими переходящими цветами и тому подобное. В итоге мы сначала переписали половину библиотеки для работы с AJAX, для того, чтобы данные нормально подбирать, а потом мы переписали практически всю анимацию, потому что на тот момент jQuery не поддерживала этот, во-первых, этого механизма переката цвета от одного к другому, то есть от красного к зеленому, допустим, и обратно. Неинтриарный алгоритм, то есть как бы плавно сделать, по цветам это перекатить. И, во-вторых, нельзя было прервать анимацию к моменту, когда она запускалась. То есть если анимация начиналась, то она пока не доработает, то она вот шла. В итоге прервать ее на этот момент нельзя, в итоге приходилось достаточно руками сильно вмешиваться. В районе как раз 2010 года Internet Explorer потихонечку начал, уже шестой откатился, в основном начал подниматься очень резко Google Chrome, и что первое сделал Google Chrome такой очень сильный для того, чтобы взорвать рынок, они предложили свой фрейм, который просто открывается Internet Explorer, допустим, шестой, у него стоит использовать Chrome в качестве фрейма, скачивается, если не было еще в браузер, маленькое расширение, которое просто внутри окошка браузера рендерит все с помощью веб-кита и V8 под капот, в смысле полностью запускается Chrome. И веб-девелоперам было очень легко, и постепенно тем, что они показывали хорошую производительность, они поддерживали самые последние фишки и очень сильно развивались, подкупили всю аудиторию, соответственно, где-то в районе 2010 года у них пошел очень быстрый рост по всем фронтам, и вот сейчас мы можем потенциально увидеть обратную сторону медали, то есть когда у нас был популярен Internet Explorer достаточно долгое время, у нас был застой 10-летний, что ничего нового не появлялось, потому что вот браузеры, все компании крупные использовали Internet Explorer, все домохозяйки по умолчанию использовали Internet Explorer, у них не было альтернатив, ну, как бы альтернатив особо не было, а когда нет альтернатив, то и некуда, нет смысла вообще особо сильно развиваться. Сейчас получается, как бы, Internet Explorer со своим движком рендеринга, который HTML они переименовали, они в этом году закрывают, они потихонечку тоже думают переходить в сторону веб-китая, в сторону V8, и, соответственно, у нас сейчас опера уже перешла, остается только Firefox мазилочный, который использует сейчас Quantum, начиная с 58-й версии, пытается пойти в другую сторону, они пытаются поднять производительность веб-страни за счет многопоточности в реализации вообще обработки веб-страни. И, наверное, не последние держатся, все остальные посекундечку мигрируют в сторону Хрома и то, что у них есть под капотом. Вот. У нас, как бы, была альтернатива достаточно долгое время, которая называлась Adobe Flash, и у них есть равносов Flex. Вот. Для чего он был нужен? Соответственно, почему у нас еще, то есть такой флешбек назад, почему у нас называется JavaScript, потому что очень популярно, как раз первым делом попытались браузеры просто напичкать, там, внутрь запихать максимальное количество логики, какой-нибудь, особенно интерпрайзной, побольше, еще это кетчупом сверху смазать. Вот. Соответственно, получалось, что люди разрабатывали Java-аплеты и интегрировали их в браузер, как раз для всяких, чтобы непосредственно расширить тот API, который дает браузер, чтобы можно было делать более безопасные интернет-банки, для того, чтобы можно было из браузера, там, как бы коммуницировать со всякими флешками, устройствами, чем угодно наружу, чтобы там можно было больше, лучше, как бы выше, сильнее работать с файлами и тому подобным. Потом появился флеш, который непосредственно расширял поведение браузера, и можно было как раз работать с аудио, с видео, делать индикатор загрузки файла на бэкэнд, можно было непосредственно хранить данные на сервере, общаться с внешними устройствами. Но за счет того, что у флеша это, как бы, разрабатывает сторонняя компания, сторонняя, по мнению всех разработчиков браузеров, то есть, как бы, весь, все разработчики браузеров не участвовали напрямую в разработке флеша, а флеш, за счет того, что он много на себя берет, то он потенциально, как бы, выглядит, как угроза безопасности. И с учет того, что участились вариант, участились отчеты про дырках безопасности непосредственно флеша, как бы, все браузеры потихонечку начали его исключать. Тем более, на текущий момент у нас достаточно богатый набор, с чем можно работать из веб-API, непосредственно самого браузера. И, соответственно, современная ситуация с HTML5, с SS3 и компанией позволяет полностью закрыть все пробелы, которые были непосредственно у флеша. Вот. По поводу революции. Соответственно, когда у нас начали решать такие, так, ладно, мы поработали с jQuery, мы поработали с jQuery UI, а что же мы можем сделать дальше? Соответственно, у нас до этого весь рендеринг был на сервере, мы получали данные, загружали все. И вот, как бы, динамику мы уже добавлять научились, потому что существовали всякие XGS, существовали на тот момент, но дороже не берем, jQuery, как минимум, jQuery UI достаточно богатым, jQuery UI уже начал потихонечку пробовать у себя подход с темплейтами, когда с бэкэнда можно было передать какой-то темплейт, а потом его переиспользовать непосредственно в браузере. А потом подумали, а почему бы у нас в браузере, так как у нас есть метод коммуникации с бэкэндом, у нас есть метод коммуникации работы с домом, почему бы не добавить динамики. И примерно в конце 2010 года Google задумывался по поводу реализации AngularJS, в 2011 году, там, через пару месяцев выстрелил Ember, Ember был уже этим форком, самым удачным, сурс этого лифа, что ли, я точно не помню, с какого фреймворка они форкнулись, в начале фреймворка 2007 года они форкнулись, в начале 2011 года в Ember начали взлетать. В 2010 году точно так же появился BackboneJS со всякими уже надстройками типа Марионета и тому подобного. Нокаут в 2011 году появился, ну и пошли там React в 2014 примерно официально и в 2015. Соответственно, все стали думать, окей, мы будем делать Single Page Application, то есть у нас всю логику будем выносить в браузер, браузер у нас мощный, современный, хороший, Internet Explorer 6 закопали, землей присыпали, больше про нее не вспоминаем. Вот, соответственно, сейчас у нас как бы утром фронтенд-разработчик проснулся, как бы дополз до чашки кофе, и вот пока он пьет чашку кофе, он должен изучить, что нового появилось непосредственно на GitHub, какие новые библиотеки были разработаны, чтобы не отставать от трендов. Но с точки зрения заказчиков, сейчас как бы востребованный Angular, React и Vue. У каждого из этих фреймворков есть свои плюсы и минусы, которые можно обсудить. То есть, соответственно, React сейчас он больше базворта, больше востребованный, то есть у нас сейчас там 60-70% требуется React-разработчиков. Как бы за ним стоит Facebook, он большой, крупный, все хорошо. У нас есть Angular, причем Angular не JS, это Angular 2+, современная версия, соответственно, одна из проблем, почему у Angular просели настолько показатели, они по-хорошему должны были быть с React 50 на 50. Политика Google была при переходе с AngularJS на вторую версию, они потеряли обратную совместимость, поэтому большинство ПВ-приложений пришлось переписывать с нуля. Как бы люди не очень любят делать примерно одно и то же, примерно на одном стейке технологии дважды, и в итоге люди просто взяли приложение на AngularJS и плавно мигрировали его в React. Соответственно, все, что там начиналось, стартовало новое, те, кто пробовали с AngularJS работать, они пошли на Angular, а те, кому нужно было что-то переписать достаточно серьезно, они просто решили сделать следующую итерацию на React, и Angular потерял популярность. Как бы сейчас еще как достаточно большая альтернатива Vue.js, Vue.js запустился позже всех и взял из себя все лучшее, что только можно взять из мира Angular и React, а только с привкусом китайщины. Как бы за Vue просто стоят китайские большие крупные компании, и у них свой взгляд на то, как и на некоторые вещи делать, поэтому если глубоко закопаться, то там комментарии с английского плавно переходят в комментарии на китайском, и такие алгоритмы в наших школах не преподают. Это, конечно, не индусский стиль программирования, но где-то что-то там очень похожее. Китайцы, они молодцы, они не ленивые. Так, по поводу вообще, вот когда мы появились у нас различные фреймворки, зачем они появились? Соответственно, у нас основная задача, это у нас есть наша страница, у нас есть какой-то наш дом, и у нас есть наши модели. И основная задача, это когда мы меняем какие-то данные, неважно где, на фронт-энде, на бэк-энде, у нас задача взять вот этот узел, который изменился в данных, и каким-то образом изменить соответствующий этому кусок в доме. Вот. И, соответственно, если мы говорим про старую, добрую реализацию сервиса сайта рендеринга, то есть как бы большинство сайтов, которые так и работают, в принципе, сейчас, и ничего плохого в этом нет, но у нас, получается, загружается HTML, загружается вся страница, и когда нам нужно сделать какое-то действие, мы нажимаем, и у нас загружается, на бэк-энде меняются данные, и нам прилетает новый дом, непосредственно уже с измененным каким-то узлом, с измененными данными. Все хорошо, только в этом случае мы все данные меняем на бэк-энде, получаем как есть, то есть мы на фронт-энде не храним стейт, а у нас какую-то кнопку нажали, мы сидим и ждем, так, окей, что произойдет, страница перезагрузилась, о, что-то там поменялось. Вот. Используется сейчас сервис-сайт рендеринг, даже в связке со сингл-пэйдж-аппликейшнами, со спашками. В каких ситуациях? Во-первых, если мы хотим реально ускорить юзер-экспириенс, то есть если мы хотим, чтобы пользователь моментально загружалась, мы на фронт-энде держим либо Angular, либо React, либо Vue, берем там для Angular, берем этот Angular Universal, для React какой-нибудь Next, то же самое для Vue.js, и у нас изначальная загрузка, когда мы будем первый раз загружаться, нам прилетит не просто весь бандон с нашим приложением, но уже сразу готовая верстка, то есть мы не будем ничего ждать, пока же наконец-то там в фронт-энде, в браузере все это как-то проработает. Первый плюс для пользователя, второй плюс для SEO-оптимизации, оптимизация для поисковых движков. У нас как бы поисковые движки любят, когда максимально быстро им страница дает какие-то данные. Несмотря на то, что сейчас все браузеры, все поисковые системы умеют исполнять JavaScript в том или ином виде, все равно они ранжируют сайты, которые только на JavaScript, медленнее, дольше и ниже. Соответственно, если сайт мы выложим, который дает HTML полностью сформированный, то у нас тот же самый Google влезает весь интернет два раза в день, и мы сразу попадем в выборку, и все хорошо. Если мы еще быстро отвечаем, и у нас первая загрузка хорошая, то мы сразу же поднимемся без всяких дополнительных оптимизаций достаточно высоко в поисковой выборке. Если же мы медленные, только на JavaScript и тому подобное, то второй бот угла лазит с опозданием от основного в 2-3 недели. Соответственно, мы на 2-3 недели позже попадем в поисковую выборку, и ранг, который нам будет присвоен, будет существенно ниже относительно того, что мы могли бы получить. Как бы не очень хорошо. Вот. Соответственно, первое поколение фреймворков это когда у нас перерендерим вручную. То есть у нас наши все первые фреймворки из вашей библиотеки, исходя из подхода, они говорили, что, ребят, я вообще не знаю, что там у тебя изменилось, что у тебя где произошло, слушай, сам разберись, пожалуйста. Это как раз подход, который начал сильно продвигать jQuery со своими темплейтами. У нас прилетали, допустим, темплейты с бэкэнда для элементов списка, мы потом делали, кидали запрос на бэкэнд, получали какой-нибудь отдельный маяк запросом массив тех данных, которые нужны для списка, и говорили, так, слушай, jQuery, вот тебе темплейт, вот тебе данные, работай. Вот, соответственно, мы врульками контролировали, в какой момент мы должны пнуть непосредственно наше приложение и где ему нужно отрисовать. Самым наглядным примером можно отнести к Backbone.js, которая с тебя библиотека, там, четыре сущности, девятьсот строчек кода непожатого, и как раз, который предоставлял такой MVC, то есть у тебя были модельки, вьюхи контроллеры, и как только ты там контроллер обновлял у тебя модельку, то модельку нужно было сказать, типа, теперь иди рендерись, вот, и, соответственно, моделька превращалась во вьюху, улетала. Вот, как бы подумали, что это трудозатратно, сверху делали достаточно много всякого сахара, добавляли разные шаблонизаторы, то есть там был underscore, можно использовать handlebars, мустаж, и тому подобное. Можно использовать марионетт для того, чтобы собрать свое приложение во что-то более красивое, задать ему какую-то структуру, ну, опираясь на базовые сущности, но как-то структурировать это все по модулям и тому подобное, ну, как бы оно тоже очень сильно зависло от разработчика. То есть если разработчик понимал, что он делает, аккуратно со всем этим работал, то производительности вообще никаких вопросов нету, все точно, хорошо, аккуратно работает. Если же мы делали на обоум, очень много зависело от человека, от человеческого фактора, это как бы не очень хорошо. Соответственно, потом подумали, а давайте мы как-то сделаем это не из полуавтоматического режима, перенесем это в автоматический режим. Соответственно, Ember.js, они предложили, а давайте мы как бы будем сами отвечать за то, что мы рендерим. В этом случае у нас сам фреймворк точно знает, какое у нас есть изменение в каких данных, и он точно знает, какой надо шаблон ему в какой момент перерендерить. И он сам выбирает, какой объем данных будет обновлен у него, в каком фрейме отрисовки, по большому счету. Для того, чтобы этого добиться, мы должны взять нашу команду разработки, наших разработчиков бедных, и обложить их такой стеной из ограничений. Есть свои плюсы, есть свои минусы. То есть в Ember.js работаем только с определенными объектами, мы работаем только с моделями данных. В качестве дефолтного, по умолчанию, суббонизатора, там используется handlebars. Но зато мы точно обновили данные в модели. Модель понимала, что там обновилась. У нее есть обзервы, у нее есть подписки, у нее есть как-то обзервы сущностей. И точно как только он увидел, что произошло изменение, он знает, окей, я понимаю, что надо перерисоваться. Плюсом у Ember.js там очень сильно привожили к разработке этого фреймворка рубисты, поэтому очень много неявного творится под капотом, но зато все очень удобно. В том плане, что есть Ember как фреймворк, а есть Ember.js как непосредственно его вспомогательная библиотека, которая непосредственно на себя берет работу со всеми моделями, работу с persistent storage, не persistent storage, но in-memory storage в веб-странице и как бы коммуницирует с бэкэндом. У тебя есть Ember.js, у нее есть набор адаптеров, ты пишешь адаптеры, ты хочешь работать в каком формате, ты хочешь работать в REST режиме, ты хочешь работать в XSocket через команды CQRS протокол, ты хочешь использовать GraphQL. Меняется адаптер сзади, который работает, как он будет получать данные, в моделях, которые соответствуют бизнес-логике, прописывают, с каких поля, с каких сущностей где забираются, какие поля должны быть синхронные, а синхронные. То есть он сам понимает, что, допустим, модель, все данные нужны сразу. Или он понимает, что вот это свойство, как только к нему обратятся, оно сходит на бэкэнд, заберет данные и только тогда подсунет. То есть все гибко, хорошо. С этими моделями, когда мы работаем из нашего приложения, мы сразу можем посмотреть, хорошо, вот эта моделька, она у нас чистая, или мы ее там как-то тронули, то она у нас становится грязная. На ней сразу можно сверху навешать все правила валидации на клиентской части, которые будут валидировать эту модельку, сообщать как к приложению, и так, соответственно, контролировать, чтобы у нас невалидные данные не ушли на бэкэнд. И, соответственно, мы можем, просто говорим в модельке, «Сохрани» и не паримся, что у нас идет, какая коммуникация через какие протоколы, и как она настроена. То есть есть такое разделение непосредственно областей видимости. Вот. AngularJS, который на полгода раньше Ember стартанул, они подумали, что, ну, в принципе, мы бы хотели сделать, как сделал Ember, но мы подумали, что это слишком сильно будет сковывать разработчиков. Всякие инструменты типа Proxy, которые сейчас в стандарте пытаются продвинуть активно, но которые еще не поддерживаются частью браузеров и не имеют полифилов, вот, до сих пор еще не появились. Поэтому Angular сказал, типа, разработчики ленивые, разработчики не хотят дополнительных ограничений никаких себе представлять, поэтому мы просто возьмем наше приложение, возьмем там наши контроллеры. Сначала у них были до версии 1.5, в 1.5 у них они перешли на компонентную модель. Сначала у них были контроллеры. У каждого контроллера есть свой личный скоп, в который они могут любые переменные сохранять, что хотят. Вот, просто записываются переменные. А приложение просто будет раз в определенное время пробегаться по всему дереву, вот этих, по иерархии древовидной всех наших структур, и делать глубокое сравнение. То есть она вспомнит, что было на предыдущем шаге, и смотрит, типа, что это такое? Вроде нормально, проходи. Вот, и в итоге она пробегается, если она видит, что у нее были какие-то изменения, она, типа, так, стопе, момент, делает еще 10 пробегов на максимальной скорости, чтобы убедиться, что данные, они не мутируют, это не сайд-эффект нашего предыдущего цикла прохода. Если все хорошо, то они просто в этот момент обновляют, понимают, что, ага, вот этот скоп обновился, вот этот мы начинаем перерисовывать. Если же данные в течение 10 подходов-проходов там у нас постоянно все равно меняются, значит у нас разработчик что-то накосячил, и выкини ему ошибку, и скажем, чувак, иди разбирайся. Вот. React посмотрел на это и сказал, что слишком много ограничений накладывает непосредственно подход AngularJS, и они сделали свой подход с виртуальным домом. Ну, как бы виртуальным домом его называть с натяжкой можно, потому что вот эта виртуальная структура домоподобная, которую они хранят у себя в памяти, используется как на ReactJS, так и на React Native. То есть механизм одинаковый. То есть в чем он связанный? У нас односторонний поток данных, поэтому как только мы понимаем, что у нас изменились данные, то есть мы там меняем пропсы у наших компонентов, как только у нас получается, что мы как бы зарегистрировали, что у нас изменились пропсы, мы в этот момент фреймворку говорим, что, ну, библиотеки наши реакторные, говорим, слушай, у нас потенциально есть изменения. В этот момент у нас строится в памяти структура из текущего состояния нашего приложения. И в этой структуре после этого сжигается наш механизм сравнения. Сейчас они в 16-м реакте уже представили Fiber. До этого у них реализация была, в принципе, неплохая, но если у нас какое-то изменение в нашем компоненте затрагивало слишком много дом элементов, то у браузера производительность сильно провисала. То есть у нас получается... Почему мы сделаем виртуальный дом? У нас в памяти хранить объекты очень легко, у нас достаточно много памяти, мы их быстро можем сравнивать. Что такое дом? Дом элементы. Это то, что мы вот есть в браузере, любой элемент. Это, во-первых, он должен отрисовываться. Он как отрисовывается? У него есть там, помимо того, что это просто древовидная структура, двусторонние списки с множественным количеством чайфдов, это еще дополнительно накручивается у него стили. У него сейчас у современных браузеров еще Shadow DOM сверху может быть накрученный. У него сильные подвязки на весь рендеринг, который есть. Он должен в этой структуре DOM, который модифицируется, исходя из браузера, у кроме подобных, будем так говорить, браузеров, структура все-таки такая древовидная. У Internet Explorer до последних версий она была условно линейная, поэтому добавление на одном уровне элемента в два раза дешевле, чем в добавлении нового потомка. Вот, то есть там есть всякие ограничения по производительности. И как бы работа с домом тянет на себе полностью весь цикл перерисовки браузера. То есть мы дергаем в этот момент скриптинг, стайлинг и лояут пересчет, который достаточно сам по себе тяжелый. И у браузера, соответственно, когда он делает все эти пересчеты, падает количество фреймов в секунду, которое он может физически отрисовать. Стандартный браузер работает 60 FPS, если все хорошо, если плохо становится 30 FPS, если еще хуже, делают 4 FPS. Если вот старый механизм у React увидел, что там какое-то произошло изменение, он просто говорил, о, давайте, короче, все изменения, которые есть, просто транслируем в дом. Типа все, мы все поняли, какие элементы изменяются, заказываем в дом, чтобы они перерисовались. Если количество мутаций, которые браузеру нужно сделать, объемное, то, соответственно, у нас браузер захлебывался, то есть он пытался это все поместить в один анимейшн фрейм, захлебывался, и у нас FPS резко с 60 падало до 4, могло еще ниже упасть. И, как бы, производительности были у нас вопросы. Текущий механизм режет все объемы у нас на маленькие чанки, как бы он, постольку он определил все изменения, для того, чтобы браузер мог, не снижая свои текущие показатели производительности, просто все это применить. Ну, как бы, это применец не за один фрейм, там за 3-4 фрейма, но зато у нас не будет общей просадки, и для пользователя, когда там у него браузер на 60 FPS, то есть он там незаметно, то, что у него анимация случилась не совсем ровно. Там как раз за счет Viber он выбирает, какие места, какие куски лучше сделать, чтобы там анимация красиво все отрисовалась. Если мы говорим про Angular 2, то он схож с AngularJS, но они поняли, что у них за счет этого цикла, которые и количество watchers, которые были накручены, и глубокого сравнения вот этого всей структуры скопов, они отъедали очень много, как бы, мощности процессора и в браузере. Если ты просто запускаешь приложение, ничего не делаешь, просто включаешь профайлер, и просто 80-85% во-первых, загрузка бешеного процессора, потому что им нужно внутри постоянно бегать, нецикл проверять, и получается 80-85% процессорного времени, они бесполезны, потому что они просто тратятся непосредственно в цикле. Что сейчас представили? Они сказали, что хорошо, мы теперь вместо дерева компонентов или дерева контроллеров будем строить дерево change detector, то есть у нас с помощью такой dependency injection, с помощью как бы, мы Angular, как фреймворки, делаем инъекцию точечную в каждый компонент специальной сущности, которая отвечает за определение изменений, и строит из них такую древовидную структуру. Если он как бы изнутри понимает, что что-то произошло, надо перерисоваться, то просто как в доме стандартно всплывает элемент из любого компонента, такой компонент слушай, обнови меня, всплывает по структуре до самого верха ивент о том, что надо было перерисоваться, и от корневого идет полный цикл перерисовки, то есть у всех компонентов выстреливают lifecycle методы doCheck, делается проверка их input и output моделей на изменения, и, соответственно, где нужно происходит перерисовка. Так как не все компоненты могут знать, что произошло, плюс в Angular у нас двусторонняя связанность, она как бы чуть-чуть полегче нам работает, с точки зрения разработчиков нам с ней работать, то используется сторонняя библиотека, дополнительная библиотека Zone.js, которая непосредственно отвечает за то, чтобы мы могли все асинхронные события, которые в браузере происходят, тоже как-то отловить и сказать, типа, слушай, у нас тут от сервера ответ пришел, потенциально, типа, новые данные прилетели, ну-ка, фреймворк, иди обновись то, то, что тебе нужно, или у тебя какие-то таймеры в браузере сработали, или мутации произошли, или клик какой-то пользовательский случился, то только в тот момент браузер будет, собственно говоря, делать какие-то перечисления и что-то делать. То есть, либо компонент сам должен сказать, что у него произошло изменение, либо это изменение должно как бы извне что-то произойти, и теперь мы выиграем скорость. То есть, у нас приложение, когда стоит, и в нем ничего не происходит, в нем реально ничего не происходит. То есть, нам облегчает. Так как мы не всегда заинтересованы, чтобы у нас перерисовывались, проверялись все компоненты, то, ну, грубо говоря, у нас есть таблица, таблица там 10 тысяч строчек, каждая строчка по 30 компонентов такая развесистая. Смысл их проходить и проверять вообще, чтобы они участвовали в этом, в каждом проходе, нет никакого. Поэтому у нас есть дополнительная стратегия, которую предоставляет ангулярка, который он пуш. Мы какой-то из узлов наших, нашего дерева просто помещаем, что он теперь у нас отрезан от основного цикла, и теперь разработчик сам вручную практически контролирует этот кусок. То есть, в этом куске не будет проходить стандартный механизм определения изменений. То есть, у него будет делать поверхностное сравнение модели непосредственно корневого компонента, а внутрь никогда заходить не будет. Соответственно, если у нас прилетели новые данные из бэкэнта, мы обновили модель у этого компонента, и он сам внутри все это перерисовал. То есть, он включился в общий цикл, перерисовался, и все хорошо. Иначе он как бы не участвует. Вот. Что у нас потенциально дальше? Как уже говорил, соответственно, у нас есть TypeScript. TypeScript идет, ну, не то что с опережением этого скрипта, ну, по функциональности там есть вот то, что вот собирается войти непосредственно в стандартный экмоскрипт, уже доступно. Все любят TypeScript, потому что, вот несмотря на то, что разрабатывает его Microsoft, он очень схож с непосредственно C-Sharp. Ну, C-Sharp и Java, они тоже достаточно близки. Ну, все, кто вот переключается с Датнет или Java непосредственно, им с TypeScript очень комфортно работать. Особенно, если прям берешь такой строго всем по затыльник, вывешиваешь, открываешь TS-конфиг, выставляешь максимально строгие ограничения, чтобы в соответствии с стандартами, с последними стандартами все было, никаких там any нигде в коде не прописывалось. Ставится поверх этого нормальный линтер. Линтер – это специальный вспомогательный инструмент, который проверяет код на соответствие к какому-то определенному набору правил. То есть такой код-стайл. Пусть все будет хоть и безобразно, но единообразно по всей кодовой базе. Все текущие IDE, там, открыть Visual Studio Code, WebStorm, что угодно, они из коробки уже сами представляют, они подчеркивают, подсвечивают, если им что-то не нравится. Они используют стандартный набор правил, которые там предложил Airbnb. Его можно расширять, его можно делать специфично для конкретного приложения. И непосредственно у нас в продакшене обычно все приложения делаются с единым код-стайлом. То есть мы их специально инфорсим. То есть у нас либо ставится, когда ты пытаешься что-то локальное, ты закончил работу, пытаясь это все отправить, поделиться с остальными. Перед этим у тебя обычно пробегается локальная проверка на соответствие код-стайла, на прогон каких-то тестов, которые там используются в приложении. И также мы можем это все инфорсить на каких-нибудь Continuous Integration серверах. Это где наш код, перед тем, как он покинул разработку и до того, как он попал непосредственно к пользователям, он происходит непосредственно какую-то сборку, проверку, валидацию и уже автоматически потом заливается на остальное окружение. С помощью TypeScript A, ну, в принципе, я тут просто указал этот NativeScript, то же самое есть с React Native. То есть React Native, это, соответственно, берется парадигма React, тот же самый Fiber. И вместо теперь у нас таких компонентов, которые работают с домом, мы работаем уже непосредственно с компонентами Android и iOS. Мы просто можем делать логику. Можем переиспользовать базовые компоненты React, если у нас приложение на React, и сделать поверх них репрезентативную обертку, уже которая не на дом элементы будет маппиться, а будет маппиться уже на элементы мобильных устройств, мобильных интерфейсов. NativeScript решает то же самое, только у него в базе лежит TypeScript, плюс он такой использует под капотом Angular, и там есть плюсы-минусы, но кому как комфортнее, так как я просто чуть-чуть больше склоняюсь к Angular, потому что Angular все-таки фреймворк React, это библиотека, то мне с этим скриптом покомфортнее работать. Ну, как бы тут можно похолеварить по поводу Angular, React и Vue. Angular все-таки полноценный фреймворк, из коробки предоставляет CLI, предоставляет консоль, этот, команд-лист интерфейс. Соответственно, мы можем из Angular, просто скачав, поставив CLI, мы можем сказать, хочу новое приложение, в нем будут вот такие-то компоненты, такой-то роутинг, там все описать, и на выходе он нам полностью с кода генерации сделает полностью весь овон приложение, в которое надо будет просто уже добавить нашу какую-то логику, и все, то есть там можем через, сказать, давай мне Angular Material, давай мне вот все, вот такие-то странички, все полетели. Есть в коробке роутинг, есть тот же самый RxJS для того, чтобы работать с синхронщиной в меняемом виде, можно тоже использовать как Rx, так и RxStore для хранения состояния общего. Это как бы стандартные вещи для Angular фреймворка. Если мы берем React, мы таки взяли, окей, у нас есть библиотека по рендерингу, отлично, мы молодцы, мы запустили Create React App. Хорошо, что мы тут дальше можем сделать? Открываем документацию, у нас есть контекст API, работать с ним как бы можно, но если осторожно. Нам, получается, нужно где-то хранить общее состояние приложения. Сейчас, как Дэн Абрамов, наш бывший сотрудник из Питерского офиса, сейчас работает в Фейсбуке, сказал, что работать с React можно только через Redux. Это как бы парадигма, когда у нас на все приложение есть единый store, в котором хранится единый источник правды, который используется всем нашим приложением. Вот. И только оттуда мы берем, черпаем данные и только туда заливаем все изменения. Хорошо, а если у нас там store потенциально разрастается, или же мы слишком часто его трогаем, то есть, ну, как бы есть ограничения. Мы пошли, у нас есть MobX, как бы второй вариант. MobX уже использует не единый источник, правда, у него множественные store, использует более гибкие подходы, но тоже свои ограничения. Окей. Мы работать со стилями хотим. Как бы в Angular все из коробки достаточно понятно, в React у нас есть стайл компоненты, у нас есть CSS NGS, у нас есть CSS модули и тому подобное, сверху настройки. Соответственно, вариантов, плюс если мы берем тот же самый Redux, у нас очень много внутри еще вспомогательных middleware, которые достаточно сильно отличаются. То есть мы можем использовать с Redux вместе Thang, который использует подход к корированию наших функций, такой более функциональный подход, когда мы оборачиваем одну функцию в другую функцию для расширения функциональности. Можем использовать Redux Sagi. С Sagi это принесут генераторы, у которых там абсолютно другой подход. Генераторы — это функция с множественным return, с множественным возвращаемым значением. Мы можем подключить всякие Redux Logical и тому подобное. То есть у нас просто большая вариативность, и каждый... А, плюс сама структура приложения в React есть из коробки там... Ну, не то, что из коробки, просто там несколько общепринятых вариантов. И за счет этой вариативности каждый проект может как получить свои преимущества, ну, если он неправильно заложен, или если команда не согласна, то он как бы может получить... выступить в качестве причины для дальнейших оливаров. Вот. Что еще с JavaScript? Поехал в V8, наш движок, который отвечает за выполнение JS, уехал на backend. Появилась у нас Node.js библиотека, Node.js инструментарий, на основании которого есть у нас набор фреймворков, которые сейчас можно использовать. У нас самый популярный связка Node.js плюс экспресс. Помимо экспресса мы можем использовать легковесные REST API-ные библиотеки, свэш-фреймворки типа Happy.js, типа Sales.js. Помимо этого, если мы работаем на TypeScript, и очень сильно хотим, чтобы у нас было подобие Spring, но только с привкусом JavaScript, то мы берем, мы идем в Nest. Ну и помимо этого, у нас есть всякие вспомогательные инструментарии для того, чтобы организовывать серверный рендеринг, для того, чтобы работать с AppSocket-ами, и какие-то там решения типа Meteora, которые сразу же представляют и backend-ную часть, и они сразу оборачивают еще Angular, то есть сразу получается большой комбайн для того, чтобы полностью работать со всем приложением. Отдельно не буду сейчас останавливаться на том, что еще на фронтенде у нас есть веб-компоненты, веб-ассемблер и тому подобное, потому что это как бы слегка нишевые вещи и особо в продакшне сейчас не распространены, то есть они как бы пробные, вот особенно веб-ассемблер делаются пробные решения, но особо они сейчас не распространены. Смысл какой веб-ассемблер? Это в том, что у нашего V8, исполняющий, сущность в браузере, который исполняет JavaScript, у него есть режим, когда он на холодную так вот открывает наши файлики, которые мы только что написали и туда ему подсунули, он такой так, так, что это ты тут написал? Ну это типа похоже на вот это, это, ну как Саша примерно делился, то что массив плюс объект, мы какие-то, он такой, так, секундочку, это наверное вот сюда, это наверное ноль, это наверное там null, это вот, а есть режим, когда он полностью понимает JavaScript, он его уже выполнял и у него есть уже план выполнения, то есть он уже говорит, а, все, это я уже знаю и он просто на максимальной скорости без всяких задержек полностью исполняет все команды. Команды должны быть максимально четкие, понятные и однозначно трактуемые. Так вот веб-ассембле они генерируют код, который транслируется в команды браузера, ну команды для нашего движка, исполняющиеся максимальной скорости, а на вход мы просто сейчас люди берут и делают транспиллеры, которые из любого языка перегоняют все что угодно. То есть там всякие C перегоняют веб-ассембле для того, чтобы всякие Sega игры поиграть и тому подобное. И все это будет запускаться в браузере. Кто-то умудрился запустить весь .NET Core полностью через веб-ассембле в браузере. Ну получилось, ну что там 150 мегабайт, но зато работает, ну чисто такая песочница. Вот. Соответственно, да. Как без котика. Вопросы? Да. Так. При старте проекта, правильно? При старте проекта кто отвечает за технологии, которые будут использованы? Тут два момента. Либо заказчики сами понимают технологический стэк, с которым они хотят работать, потому что всегда в основном заказчики должны как минимум одобрить тот технологический стэк, с которым они работают. Потому что если мы скажем, что мы хотим пописать на Closure или там на Lispy или еще на чем-то, то в принципе адекватные, да и даже неадекватные заказчики понимают, что на рынке они потом не смогут, они получат очень сильный вендор-лог, они не смогут потом потенциально найти людей, которые будут это поддерживать. Поэтому и говорю, что в продакшене у нас вот крупные только фреймворки, которые реально большие доли рынка занимают. То есть мы не встаем с утра, новый фреймворк не берем и не пытаемся его сразу применить. Что мы будем использовать? Если нет предпочтения стороны заказчика, то непосредственно на выбор темлида. То есть вот почему как минимум я настаиваю, чтобы люди, которые дорастли до сеньорного уровня, чтобы они пробовали минимум два, а то лучше все три технологии, то есть там как бы несколько вариантов сборки приложения, несколько фреймворков, несколько подходов для того, чтобы они аргументированно могли сказать, окей, вот эта задачка небольшая, то есть у нас команда будет маленькая, она будет постоянно ротироваться. Вот, то есть давайте здесь у нас не критично. То есть если мы сделаем ошибку, мы сможем переписать. Ну, можно в принципе на реакте. Можно молодежь, на людей много, ресурсов много, то есть сделаем. Если мы говорим, что мы делаем, допустим, из моего опыта, мы делали проект на 50 человек, 4 команды, полтора года разработки, 15 чисто выделенных фронтендеров, размазанных по 4 командам. То есть мы на выходе имели приложение, со своими полностью, со своей кодогенерацией, которая под нашу структуру всего года генерировала. Приложение, 4 точки входа, 5 ролей пользователя, 200 плюс контроллеров, то есть все это внутренне навязано. Максимально, чем строже правила игры в этом случае определены, тем лучше. То есть мы берем полноценный фреймворк, максимально написываем, пишем обвязки, которые не дают сделать шаг вправо, шаг влево. Вот, и с этим специально работаем. Ну, а дальше уже посередине выбираем, с чем мы будем делать, с чем мы будем работать. Уже как бы и личное меропочтение, и реально какая задача нам придется решать. Вот. Так, кто еще? Давай. А какие библиотеки фреймворки используются преимущественно у вас в организации, и насколько актуален вообще jQuery в данный момент? Ну, как минимум, jQuery приносит, используется, ну, сейчас, секундочку. jQuery просто достаточно простой инструмент, который позволяет добавить динамики небольшой, то есть веб-страницу, и особенно если там уже, часть всего он просто там уже есть, когда какой-то проект приходит. Проекты, которые там начались 10-12 лет назад, то есть они, соответственно, все равно будут, скорее всего, в каком-то объеме его содержать. Вот. Если же, ну, как бы это legacy-код, legacy-код в том плане, что он какое-то, ну, уже достаточно время работает в продакшене, приносит деньги, то есть все работает хорошо. Соответственно, иногда с ним приходится сталкиваться, ну, там, более или менее, то есть, ну, как бы ничего плохого нет, то есть, ну, можем переписать, можем не переписывать, то есть смотри, какой объем изменений нам нужно сделать. Так у нас то же самое примерно, что и по рынку, то есть Angular плюс React, пропорции разные, просто исходя из объемов проекта, то есть обычно, если что-то серьезное надолго строится, то люди стараются использовать, типа, Angular. Angular, если долго строится, ну, в смысле, надолго строится вот что-то объемное, но люди обожглися на AngularJS, то будет React. То есть, всякий, ну, не то, что экзотический, EmberJS, он мне лично нравится, в последний раз писал на нем полгода назад, в боевом проекте, но за счет того, но за счет того, что просто он как бы, как идея EmberJS изначально принес очень много всего в технологию, то есть первый вообще сборщик проектов появился в Ember, первый команд-лайн интерфейс, вообще консольный интерфейс появился в Ember, кодогенерация первая появилась в Ember, то есть Angular, очень много парадигм непосредственно взял из Ember, то есть вся текущая модель работы, как определяется изменение у Vue.js вся идея взята из Ember, то есть, ну, соответственно, они его просто разделили, значит, он сейчас не актуален, то есть на нем проектов нет. Как бы, если хочется что-то такое, баз-ворд какой-нибудь использовать, то это React сейчас, то есть на нем проще всего. Если хочется что-то, поработать с TypeScript-ом побольше, то есть, и со строгим структом, то можно на Angular'е посмотреть. На них, что на Angular'е, что на React, достаточно хорошие китриториалы, которые дают реально нормальное понимание, как внутри это все устроено, проводят за ручку и покажут реально основные куски всего приложения. Проходится где-то за один-два вечера, ну, скорее всего, какой бы опыт есть. Если опыта нет, то там два-три вечера, ну, просто еще разобраться с конструкциями. Если, как бы, понимание есть, что к чему-то, там и за один вечер приближаться можно. Вот. Да. Тебе придется чуть-чуть побегать. Спасибо за доклад. Насчет ноды, как вы думаете, как он проходит для более-менее крупных проектов, и какие инструменты стоит использовать конкретно в нодах. Да. По поводу Node.js. По большому счету явных ограничений нету, потому что сейчас, когда строится, то есть мы, как эта картинка, большая какашка, много маленьких какашек, когда у нас есть, то есть либо мы берем монолитный подход и пытаемся все это реализовать, либо мы пытаемся сразу же систему построить из каких-то маленьких кирпичиков, маленьких блоков. то есть сейчас нода очень хорошо, во-первых, встраивается в сервер лес архитектуры Амазона, то есть она очень хорошо идет в лямбды, то есть очень много людей пишет лямбды на ноде. Она быстро стартует и не такая требовательная к ресурсу, ну то есть все хорошо. У нас есть достаточно крупные проекты, которые используют как раз Node.js.tack, но там получает либо это Gold Express, если не нужно, соответственно, то есть если там не нужен всякий набор медоварок, типа там паспорт, GES для авторизации, еще что-то, то есть если мы начинаем как-то масштабироваться, то обычно даже экспресс туда выкидывает, остаются просто тоненькие сервисы, просто распределенные. Отдельный сервис, который там будет отвечать за авторизацию по GWT, тому же самому. Отдельный сервис, который там будет отвечать за месседжинг, то есть мы просто будем делать какой-нибудь балансировщик нагрузки внутри или какой-нибудь месседж-брокер и за ним ставить, допустим, двух сервисов, запущенных в Амазоне, которые на себе держат постоянные коннекшены по веб-сокетам и обслуживают сотни тысяч GWT. То есть все данные тут делаются. То есть на ноде не пишутся крупные приложения, как правило, но если хочется, есть NetJS. NetJS позиционирует себя для крупных приложений, потому что он более типизированный. Как бы сумбурно получилось, может быть, как-то конкретизируешь, на чем-то акцентироваться. Спасибо. Так. Вы говорили, что от него отказались браузеры из-за его незащищенности. Я использую Adobe только чтобы раз в полгода запустить какие-то флэш-игры. А разве до этого использовался как-то по-другому? Ну, как бы я перечислял, что у браузера он запускается в песочнице. То есть, по большому счету, когда запускает браузер запускать страницу, у него из коробки, вот когда все обожглись на рубеже двухтысячных о том, что были Java-аплеты, которые очень много имели доступа к системе, через них очень много векторов атак было непосредственно на конкретную машину. Поэтому сейчас основная задача у всех браузеров не выпускать никакого кода из песочницы, из браузера. То есть, никак не мог повлиять на систему операционную. Соответственно, у нас даже в браузере делаем авторизацию через куки, те же самые, у нас часть куки делает секьюрная, чтобы они даже авторизационные составляющие нашего приложения не было доступны из JS, чтобы кроссайт-скриптингом их достать нельзя было. Соответственно, сейчас вот в эту песочницу ее сначала очень сильно изолировали, то есть проверили, протестировали долгое время и потом стали расширять через Web API. То есть, у нас сейчас возможность из браузера получить геолокатуру, аккуратно, у нас есть возможность получить доступ к ограниченному файлу, ограниченный доступ к файлам. То есть, у него, опять же, какой-то файлик перед тем, как отправить на сервер, дальше мы как, получали файлик и просто через этот multi-form part data просто отправляли на backend, он улетал. Мы не могли на этим контролировать никак, то есть, мы не могли индикатор загрузки показать без флэша. Если мы через флэш отправляли, мы могли проконтролировать, сколько отправилось, без флэша мы не могли. То есть, мы были очень сильно по рукам связаны. Сейчас нам потихонечку, аккуратненько по одной функции добавляют в браузер. У флэша был карт-бланш, то есть, флэш имел возможность получать доступ к клавиатуре, к мышке, к камере, к файловой системе, то есть, непосредственно к тому, что идет посередине, отправляется. То есть, он запускался. Обычно, это Chrome предложил порядка где-то в 10-м или в 11-м году, не, в 12-м году Chrome втащил непосредственно флэш в свою песочницу внутрь, то есть, они свою собственную версию флэша стали внутри браузера давать, который они сами сначала примерно проверяли на уязвимости, то есть, они его старались максимально не пустить наружу. А так, это было, флэш ставился на уровне системы. То есть, браузер запускал сущность, которая работала вне браузера на уровне системы и потенциально, если в ней любая дырка, то он может ее использовать как векторах таки. Как-то так. Соответственно, изначально у нас, когда приложения как бы работали как-то, у нас есть отдельный тег JavaScript, который, соответственно, подгружал файлик с непосредственно JavaScript, который надо исполнять. Обычно все скачивалось в локальность, ну и отдавалось того же самого сервера, где у нас все есть. Мы сразу все скачивали, там, какой нам версии jQuery нужна, какая там нужны скрипты, все вместе скомпоновали и, соответственно, это все отдавали. Большим прорывом было require.js, который мог динамически подгружать нужные файлы для конкретного JavaScript в момент, когда это было необходимо. То есть, перерализация модулей, появилась модульность. Как только у нас появилась модульность, то мы поняли, окей, мы можем любые куски нашего приложения заворачивать в отдельные модули и отдельно их доставлять по необходимости. И, соответственно, мы такие сначала почесали голову, а зачем нам загружать jQuery каждый раз, если мы можем его, допустим, скачать откуда-то с CDN, ну, с интернета, с какого-нибудь популярного места, а браузер просто посмотрит, окей, я на этот сайт уже ходил, то есть, ну, там версию jQuery, допустим, там 3.0.3, я уже скачивал сегодня там утром, у меня в кэше есть, я просто ту же самую версию отдам этому пользователю. И стали распределять все. Эта смесь CDN плюс модульности позволила предложить как раз систему NPM. Сейчас большинство пакетов хостится непосредственно на GitHub, и мы у себя в пакетже Sony можем просто прописать, какие модули, какие непосредственно пакеты, зависимости внешние мы хотим себе скачивать, когда мы собираем себе приложение, когда как бы создаем итоговый бандл. Соответственно, как бы первой реализации скачивали, то есть, мы берем, говорим, окей, я хочу использовать Moment.js для работы с датами. У нас прилетает Moment.js версии, которую мы там указали. Moment.js такой сидит, такой сидит, такой, а мне нужны еще мои зависимости скачать. Он идет, скачивает свои зависимости. У тех зависимости еще есть зависимости. Короче, мы получаем просто у одного модуля вложенность нод-модули, внутри есть сам модуль и его зависимость. Соответственно, цепочка вот этих нод-модулей была реально бездонная. Особенно, когда у нас был NPM, то есть, до третьей версии, сейчас уже пятая, шестая есть, вот, до третьей версии нельзя было гарантировать повторяемость сборки. То есть, мы как бы указали себе версии в пакетже Sony, мы хотим вот эти пакеты. Мы даже взяли и указали жестко, то есть, запретили обновляться, сказали, вот эти версии пакетов мы хотим использовать. Все равно, когда у нас NPM начинал все ставить, он вышел в интернет и выкачивал самые последние версии. Ну, как бы, все время пытался обновиться. И потенциально мы могли скачать какую-то зависимость, которая нам не давала, ну, не гарантировала повторяемости сборки. Там, стандартный пример, кто-то взял и залил поломанный пакет на GitHub и мы его скачали и все упало. Вот. Соответственно, постепенно с этим начали бороться, представили всякие лог-файлы, которые блокируют, ну, записывают явно последнюю удачную сборку и весь NPM, начиная с 5-6 версий, они очень много работали над тем, чтобы не было вот этой бездонной вот этой вот папки и максимально все вытягивать во верхний уровень. То есть, они пытаются найти компромиссные версии пакетов. Если один и тот же пакет используется в пяти местах, они будут находить оптимально те версии, которые всем подойдут и поднимают их на первый уровень. То есть, они сейчас отказались от вложенности дополнительной. Ну, как бы, там тоже свои моменты есть. что там у Newget, что там у Composer, что там у NPM, что у Python, что у имплементации, что у Jam. У них у всех вот эта проблема совместимости версий. Как правильно скачать ту версию, которая будет всем подходить? Когда надо обновляться, когда не надо обновляться. Это сложная, причем математическая, аугоритмическая задача, вот, которую NPM пытается как бы тоже наравне со всеми решить. NPM сейчас по дефолту нормально, а дальше ты, соответственно, уже будешь непосредственно обезками работать. То есть, ну, ты можешь использовать тот же самый Ярн от Facebook, который сначала шел на полшага впереди NPM. Они первыми предоставили возможность блокировать те версии пакетов, которые были предварительно скачаны. Он первым научился работать здесь синхронно. Ну, по большому счету, сейчас NPM догнал, они сейчас примерно на одном месте стоят. Просто надо учитывать там свою специфику, когда мы там работаем. Чуть-чуть. Не буду углубляться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!